Коллеги, Prodexpo 2022 продолжаем знакомить вас с интересными людьми и интересными продуктами. Здравствуйте, давайте представляться. Здравствуйте, меня зовут Сергей, я директор пивоварни Brew Dealers. Мы занимаемся крафтовым пивоварением, немного отходим от канонов, расширяем свою линейку медами. В простонародье это называют медовуха. Варим меды, сидры и основной все-таки напор мы делаем на пиво и пивные напитки. Немножко про производство, да, вот конкретно где базируетесь, какая-то точка локальная и какая технология? Да, мы расположены в городе Рыбное, находимся в нескольких километрах от села Константиново, где родился Сергей Александрович Есенин. Производство у нас свое, то есть мы не занимаемся контрактными варками. Ну, собственно, уже несколько лет назад мы открылись, на рынок стали выходить уже более-менее, ну, где-то полгода назад. Посещаем различные, там, пивные фестивали в Санкт-Петербурге и вот сегодня приехали на эту выставку замечательную. Хотим донести людям, что крафт это доступная вкусная вещь и не стоит этого бояться. Там, что пиво с использованием томатов, сельдерея, там, например, в этом нет ничего плохого. Да, еще интересно, насколько я понимаю, крафт изначально и задумывался так, да, как что-то сделано своими руками, маленькими партиями, не для всех и где-то в точке, которая от тебя, там, в 40 тысяч километров. Вот, я так понимаю, вы пытаетесь сломать этот барьер? Да, это действительно так. Все, что мы производим, мы делаем своими руками. У нас нет никакой, там, автоматизированной линии, там, то есть пивовар для того, чтобы сварить пиво, он идет, сам дробит, там, солод, потом несет его и затаривает, там, в торнусловарочный котел. Мы не используем, там, до сих пор мы мешаем, помогаем мешалке, мешать лопатами, как это делалось раньше, это канонично. Ну, да, и причем при всем мы делаем интересные сорта, которые людям нравятся, они насыщенные, вкусные, такой взрывной, скажем, взрыв вкуса. И мы делаем это маленькими партиями, потому что, ну, наши, скажем так, клиенты и люди, кто нас пробует всегда, хочут что-то новое. Поэтому, ну, выпускать, там, одного и того же сорта, там, мегатонны, ну, нет смысла. Ну, вот сейчас мы находимся на выставке Prodexpo, где находятся ключевые игры ритейл-рынка. Я так понимаю, есть все-таки ключевая задача познакомиться с крупными ритейл-игроками, а крупный ритейл-игрок — это партии, это, в связи, объемы. Как вы с этим будете справляться? Здесь, на самом деле, все очень просто. Ну, то есть это какие-то технические аспекты, которые, там, они решаются в несколько месяцев. И если это какой-то крупный игрок из ритейла, ну, мы будем только рады с нормальным, сказать, нашим клиентом, у которого, там, ну, отличная репутация, хорошие цены, отличный контингент, а пойти в ногу со временем. И если, например, там, этому игроку нужно, чтобы мы ему поставляли нон-стопом постоянно один и тот же сорт, там, ну, либо несколько, скажем, там, 3-4 SkyU, мы готовы на это пойти, потому что, ну, мы в этом плане очень гибкие, мы можем расшириться, то есть, там, ну, докупить оборудование — это, ну, не такая большая проблема. Или, да, докупить чуть больше лопат для помешивания, как в старину. Лопат для помешивания, конечно, и фартуков тоже, не обязательно. Пожелаем вам удачи и надеюсь, что качественный продукт, которого мы, ну, не лишены, но, скажем так, что все-таки испытываем недостатков именно в качественном, вкусном продукте, займет свою нишу и полюбится всем покупателям. Спасибо. Вам большое спасибо, до свидания.